Замечательные вкусные батончики из сухофруктов прекрасно утоляют чувство голода и наполняют энергией. Натуральные, без вредных добавок, с массой полезных элементов, обязательно приготовьте, это легко. Вкусные батончики прекрасно заменяют конфеты, очень выручают, если проголодался на работе. А еще они очень богаты полезными веществами. Батончики пополнят ваш организм и энергией, и необходимыми микроэлементами. Смотрите, как приготовить диетические батончики из сухофруктов. Можно использовать разные сухофрукты и получать разные вкусы. Можно также добавить к сухофруктам семена мака или кунжута, кокосовую стружку или любой другой ингредиент. Вариантов приготовления очень много. Готовим, не ленимся. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Курагу и чернослив тщательно промойте. Если они очень сухие, залейте кипятком минут на 5-10, затем сухофрукты обсушите на полотенце. Чтобы блендер справился с измельчением сухофруктов, нарежьте их на небольшие кусочки. Если нет блендера, пропускаем сухофрукты через мясорубку с мелкой решеткой. Орехи измельчаем в блендере в крошку. Штук 5-8 орешков можно оставить и просто порубить ножом на кусочки. Вот такая масса получается из измельченных кураги и чернослива. Смешаем орехи и получившуюся массу в однородное тесто. Ставим лайк и подписываемся. Поделим тесто на 8-10 частей и сформируем батончики. А теперь веоложим батончики в сушилку, пусть подсохнут. Если нет сушилки, выкладываем на пергамент и сушим в духовке при температуре 70 градусов примерно час-полтора. Упакуем батончики в пергаментную бумагу или фольгу и все, можно брать в дорогу, на работу, на прогулку. Подписавшимся больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Чернослив 150 грамм, курага 150 грамм, орехи 100 грамм, фундук, миндаль грецкие, количество порций 10. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.